А мы переходим к первому матчу второго сезона NRGW. Наконец-то пришло время посмотреть рестлинг, посмотреть поединок. Иван Морн появляется в зале. Второй сезон. Много новостей, много всего свежего, нового, в том числе и этот великолепный новый ринг. В первом сезоне Иван Морн добрался до полуфинала турнира за титул чемпиона NRGW. Его ампонент рос 180 метров, вес 80 килограммов и звезд на два. Иван Морн. Далее Жухов. Сегодня Константин Иванов напомнил про него и про его гол против Льва Сорокина. Это действительно было запоминающееся событие. И Виталий Жуков отметил тогда боевые качества Льва Сорокина, который не хотел сдаваться. Но понятно, что уровень был разный. И Виталий Жуков, рестлер, кетчер очень высокого уровня. Сейчас посмотрим. Сможет ли он остановить Ивана Морна, который гораздо старше своего соперника, кстати. Да, начало это всегда очень престижное. Зрители соскучились, все соскучились по матчам на ринге NRGW. Так. Иван Морн пока берется за руку. Понятно, что Виталий Жуков вряд ли позволит себе проиграть. В самом начале, в таких позициях, без единого нанесенного удара. Опять начинается борьба посередине. Так. Что там у нас? Сворачивание может быть? Не дает пока Иван Морн пройти свою защиту. Жуков снова пытается. Одна нога. Но Морн оказывается сверху. Морн показывает, что он готов на равных побороться со своим соперником. Вот сейчас не самая удачная позиция. Но Морн все равно находит вариант. И опять в одну ногу. Цепляется. И вот уже Жукову приходится выбираться. Пока очень тонкий матч. Не было каких-то бомбовых, громких, может быть, самых зрелищных приемов. Но смотреть на это очень интересно. Пришло время поменять часть тела. За голову взялся Виталий Жуков. Иван Морн снова отвечает. И вот сейчас попытка. Нет. Попытка по-другому. Андерхук. Нет. Теперь Жуков сверху. Ничего себе. Приходится ухитряться Ивану Морну. Для того, чтобы не оказаться удержанным. Да, Иван Морн, мы знаем, что он проводит свой Морн Бастер из Файманс Герри. Поэтому не стоит удивляться, когда он так перебрасывает соперников. И вот теперь... О! Бросок. И приземляется на затылок Виталия Жуков. И вот первый удар нанесенный в этом матче. Похоже, Иван Морн решил все-таки сменить стихию, в которой проходит этот поединок. Еще раз прилетает сзади по голове удержание. Нет. Будет ли Иван Морн разгоняться дальше? Вот. Хороший удар предплечьем. И тут же пошли ответы от Виталия Жукова. Которому, конечно, логично перейти к болевым. Недолго все это продолжается. Иван Морн сегодня очень хорошо отвечает на все движения Жукова. На все его захваты. Опять посреди ринга. И вы посмотрите, хотел сбить Морн своего соперника, который отправился в партер. Который снова устроил проход. И вот. Вот. Пошли кики. Это будет серьезной преградой для Виталия Жукова. Еще один удар. Теперь сверху. Нормально так тряхануло Жукова. Но он даже начинает отвечать. Все равно Морн оказывается сверху. Нет, конечно, сдаваться он не намерен. И, конечно, проиграть по сабмишину Виталию Жукову было бы неприятно вдвойне. Не дает Иван Морн запереть себя. И снова освобождается. Снова на плечик. Хорошо, хорошо. Знакома Морну эта позиция. Пожарника. Виталий Жуков пока готов продолжать. Проходит уже удар за ударом. Удержать. Нет. Надо бы сделать что-то еще. Это был хороший удар уже от Жукова, который нашел себе место. И вот сейчас. Андерфук. Суплекс. Ну-ка, раз, два. Иван Морн сразу его проверяет. Но нет, он тоже не намерен сейчас выходить из матча. Не было это пока настолько страшно. Вот успевают он даже бросок провести. Может быть, не самый мощный. Но, по крайней мере, он возвращается в удачную позицию. Пощечина летит. Ответный удар под плечем. Пошли опять апперкоты от Жукова. И ответные кики. По сути, ни одной секунды не было расслаблено в этом матче. Постоянное напряжение с самого начала. Никто не собирается отступать. Вот сейчас шанс Морна. Раз, два. Только Морн собирался продолжить. Но, Виталий Жуков. Еще одна пощечина. Ну что, проверка на крепость духа. Давай еще попробую. Надоело. Надоело получать эти кики. И вы посмотрите, Морн снова оказывается сверху. Удар локтем. И после этого снова. И пощечины, апперкоты. Никто из них не может до конца зафиксировать свое преимущество. Очень быстро все меняется в этом матче. И вот пришло время. Ловушки. Но нет. Виталий Жуков выбирается. Переход на лодыжку. Начинается соревнование с обмешанных. И что? Все, да. Виталий Жуков. Одержал огромную победу. Победитель матча. Виталий Жуков. Конечно, после такого. Виталий сможет на что-нибудь претендовать, я надеюсь. Очень серьезная победа в таком напряженном матче. Да, стоит поаплодировать, конечно, и Морну тоже. Начало удалось. Будем смотреть дальше. Второй сезон NRGW. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА